Я всегда была папиной дочкой. Именно этой фразой мне хотелось бы начать рассказ. Потому что, когда я думаю о папе, то первое, что приходит в голову, это как много он в меня сумел вложить, научить, объяснить и как сильно я на него похожа. И так я всегда была папиной дочкой. Не знаю, что играло решающую роль в этом моем ощущении. Гены или песни, которые папа мне пел под гитару. Домашние задания, которые он объяснял. А может, наши с ним долгие прогулки и его рассказы о жизни безумно остроумные и полные самоиронии. Чего, например, стоит потрясающий рассказ про то, как папа, будучи в армии и запачкал сигарет, допущенный за рычаги управления танком, чтобы произвести впечатление на местных красавиц, на самом деле произвел неизгладимое впечатление на начальство, разворотив танком ворота части и как раз накануне военного смотра. Или уже из недавних событий, как, играя в настольный теннис во время обеденного перерыва, выбил собственную вставную челюсть метким попаданием ракетки и тут же поймал ее в воздухе другой рукой и элегантно водворил на место. Да так, что никто из зрителей ничего не заметил. Вообще, вставная челюсть – это отдельный герой папиных приключений. Рассказы о ней способны довести слушателей до икоты. Мне всегда кажется ужасно несправедливым, что папины рассказы слышал такой узкий круг людей. Давно пора расширить аудиторию. С удовольствием сделала бы это, но боюсь, что не смогу передать бесподобную папину манеру шутить над собой. Справедливости ради. Некоторые из его метких высказываний я давно присвоила и беззастенчиво ими пользуюсь. Вот, например, диету папа определяет выражением «толченые кирпичи с солью». Ну как пройти мимо столь удачной характеристики? Вот сколько себя помню, папа всегда что-то мастерил. Вернее, он творил, создавал из подручных средств дерева, металла, соломы. Потом в ход пошли алебастр, ткани и краски. Наши квартиры украшены его произведениями вдоль и поперек. Но местечко для новенького всегда найдется. Было бы желание у автора чего-нибудь эдакое сотворить. Помню, как для меня маленькой папа выдумывал какие-то необычные игры. То мы шили летние сандалии из войлока, а то придумывали конструкцию гончарного круга из задних колес велосипеда. И не важно, что сандалии развалились при первой же попытке в них прогуляться, а на гончарном кругу не было вылеплено ни единого горшка. Важен был сам процесс придумывания и последующего воплощения наших придумок в жизнь. Только взрослой я догадалась, что вот так, играя, папа развивал во мне умение мыслить логически, решать задачи нестандартно и никогда не сдаваться. Как же пригодилось мне это умение в жизни. На семейных застольях я всегда стараюсь посадить папу рядом с его внуком. За ними ужасно интересно наблюдать, им никогда не бывает скучно. Они с увлечением болтают, спорят, делятся самыми завихреальными идеями, изобретают какие-то безумные проекты. Со стороны они выглядят скорее друзьями-заговорщиками, а не дедушкой и внуком. Кстати, именно папа научил моего сына его абсолютно инженерному подходу ко всем жизненным ситуациям. И своим логическим умом внучек во многом обязан своему деду. Сегодня папе стало на год больше. Но какое это имеет значение? В моих глазах он ничуть не изменился. Просто круг его интересов расширился. Но ведь это нормально. Молодым свойственно желание учиться новому и осваивать неизведанное. Папочка, как же нам всем с тобой повезло. С тобой интересно жить. Я желаю, чтобы еще много лет тебе было интересно жить с нами. Чтобы жизнь твоя состояла из новых изобретений, которыми ты сам или с помощью внука украшал нашу жизнь. И еще. Теперь, когда у нас в семье появилось новое чудесное поколение, у тебя прибавилось обязанности? Дай Бог тебе силой и желание снова играть, учить, придумывать, мастерить и показывать пример. А главное – изобретать и мотивировать. А потом радоваться тому, что из этого всего получилось. Субтитры создавал DimaTorzok